Так, давайте сетку посмотрим. Снут сегодня играет Go4SK. Смотрю Hellraiser. Так, Hellraiser со Снутом будет биться сейчас. Коусол, Томикус убил. Блай. Ага, Блая можно поболеть. Револьвер тут рядом с Блаем, кстати, находится. Револьвер Блая у нас может бить. Стрэнджью Термал. Опа, она бьется уже с трэнджью Термалом. К сожалению, да. Ну, крепче куварвимся-то, что говорить. Хороший сегодня составчик, я вам скажу, на Go4SK. И сразу же игра начинается. Закрываю все лишнее, сеточку переношу, запись сейчас выложу. Далее, как вы говорте, яrac YEAH! Я вам скажу. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Так, Twitch мне надо запилить Переименовать стрим надо Я прошу прощения, сейчас технические моменты будут небольшие Так, не переименовал я вообще Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, почему я не вижу плюсиков на... Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, ребята, ревчик против DimaTorzok Деми Лав Здесь Рауч Ворон Эволюшн Деми Лав Уже третью хату строит вовсю У ревы лейер Рауч Ворон Ну что же Вкатит ли? Ну, в принципе, плюс один делается Все, у нас третья хату, здесь Раучи уже ревы начинает подстраивать Нужно побыстрее мать То есть, нужно под плюс один делать атаку, естественно Если хочет продавить он Сейчас Я не знаю, хочет он Конечно, он хочет продавить Если не продают, то ГГНчик, то есть третья хата Вообще не ставится пока Может быть, закупку имело смысл бы делать, да? Как бы на вот... При таких билдах Деми Лав делает лейер Также раскачивает газ Игрок из Индии, между прочим Ребят, редко увидишь, когда таких бойцов... Так, но Раучи все больше и больше Леми-то больше, у ревы боевой не показывает Такая версия карты просто создана, что не видно Третью хату будет сейчас запиливать Надеюсь, у Раучи у нас все контролит прекрасно Там 10 Раучи строятся уже За счет плюс один есть шанс получить преимущество Так, третья база Раучи забегает сейчас На муверу Учисливая Что это за контроль-то такой, объясните ему, пожалуйста Ну и Раучи будет объяснять Плюс два заказано Тут 13 Раучи пришел, что-то подрался Чуть-чуть уходит назад Ну, Дэми Лав в очень многих турнирах участвует В принципе, неплохой игрок Он все... на самом деле Уровень более-менее есть Я не знаю, как бы не крутой какой-то там Естественно, не корейский далеко и не топ Европы Но сопротивляется С китайчиками там бьется частенько Да, есть четыре Раучера Плюс два Плюс два за Раучи в Уверсирен Несколько дронов на третью пошли А Дэми Лав атаковать собрался, что ли? Три-четыре-двадцать-два по Раучам Если Дэми Лав сейчас вперед пойдет, может больно Бэти Рева еще Реведжеров Сейчас отдает на муви, сливает Раучи Вот это да Не, ну Дэми Лав проигрывать не надо Я думаю, что... Точнее, я абсолютно даже в этом уверен Это четыре Реведжера, которые оверов типа должны были сбивать, судя по всему Заходит на рампу Дэми Лав Здесь позиция хорошая у Рева Криво очень заходит, в общем-то, на рампу Дэми Лав Рева приходит на четвертую Фаерболами, Реведжерами отвлекает Но тут Матроучи заходят Нужно отступить, мишка назад Два плюс два не доделать Рева уходит туда за рампу Куда-то далеко он отошел-то Зачем так далеко он отошел? Я сейчас не понимаю Реведжеры на вторую заходят Где фаерболы надо сбивать? Так, четыре успел выкинуть Успел выкинуть Много фаерболы Кажется, бомбалейла небольшое здесь было Ну Дэми Лав просто сливать Конечно, неприятно Ну, а что делать? Надо внимательнее быть Блая, две минуты в игре Стрэндж, десять минут уже Кстати, там варде вроде стриме Давайте-ка я посмотрю Стрэнджи Какой-то там Ладно, не надо в чате-то тут писать Подрался там в чате-то драться Уж не надо, все, хорош Так, здесь Стрэндж бьется Кстати, Стрэндж Нормальная ситуация Под блин, под викингов Идет колоссов Стрэндж отсекает сейчас Еще и колоссов прикрывает хорошо Био отсекает неплохо Викинги падают сейчас Колоссы живы пока Здоровы вроде как Но не один отдался Так, ну адепты там прессуют Второй колосс еле живой Все армия разрознена У Стрэнджа Что ты делаешь? Стрэндж, пожалуйста, не надо так Криво контролить Я умоляю Викинги садятся Но Стрэндж продолжает 108 на 73 Неужели Стрэндж тут выносит Оппонента своего Похоже, что да Стрэндж здесь неплохо Раскладывает Смотрите КСМ просто уничтожено Немеренно Адепты на рампу проходят Сейчас на ментеле воркнутся Эти адепты, самое интересное Пытаются отбиться Ютермал Можно СС-3 сбить Это точно ГГ будет Добей Стрэндж Ее, она горит там вся А, Стрэндж в лоб побеждает Здесь, да? Похоже, что да Хотя нет Еще пока не побеждает Ну там Сталкер Вдовар пойдет Сцеха еле живая Так Ну да Четыре реводжера Согласен Там вообще непонятно Где они остались Там и почему Сцеха еле живая Пофокусил Стрэндж Падают викинги ГГ пишет Охренеть Стрэндж Ютермала Пробревает Ну хоть Что-то приятно Жалко Ревчик слился Меньше наших Но Стрэндж идет дальше Еще Стрэндж С кем там дальше Будет биться С Жулиангом С кем-то там еще Крузером С крузером Будет биться Я надеюсь Не с батлкрузером Батлкрузера Так просто, ребят Не забреть Пользователь Нов активировал Премиум На ваш канал Так, спасибо Нов Новый год Народа больше 64 человек Кстати, сегодня Что самое интересное На Гоуфу СК Очень много людей А, Каз, кстати, бьет Каз тоже есть Сегодня, смотрю Хеллрейзер Снута просто отправляет Вот это сегодня Чудеса творятся СНГ Она просто Убивает Но дальше Там и лайф Правда будет Либо Матис Снута отправить Но Снута отправить Уже бесценно Отдыхать Стрэндж Стрэндж Сможет Если Блай Пройдет Сиг Влейва Спейс Марина Или Дэми Лав Вот этого То И Стрэндж Пройдет Крузера То Стрэндж Может Блайм Возможно Биться И Каз И Каз Тоже В этой Часть Сетки Находят Так Здесь Супер Есть Еще Какой-то Корейский Мдуг Юнг Я не знаю Кто это Такой Янг Или кто-то Еще Так Донаты Там Перенесены Просто Это Другой Захват Спокойся Трэф Чего-то Горишь Только Все Будут Больше Кипишевать Это Стандартное Правило Кипишевать Подогреваешь Что-ли Дополнительными Предупреждениями Ну Бывает И в первом Туре Гоуф Уэска Сольешься Ничего Страшного Ко мне Это Бывает Нормально Сыграть Что-то Париться Какая Разница В третьем Туре Слился Ты Ютермал Уснутую Или Дэми Лав Вообще Разницы Нет Никакой Вообще Главное Что Проиграл Так Страничка Пропал Не знаю Но я Жду Его Чтобы К нему Зайти Так К спокап Вы заплюсовали Хоть Все Спасибо 14 плюсиков Есть Что-то Вяленькое Вообще Заплюсовали Так Заходим Стрейндж 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 Горячий южный парень, а горит совсем не у него, что самое главное, ну нафиг это надо. Погнали, ребят. Крузер это Зерк оказалось. Погнали, Стрэндж против Зерка. Погнали, Стрэндж против Зерк. Погнали, Стрэндж. Погнали, Стрэндж. Корректор А.Кулакова Погнали, Стрэндж. короче ребят ладно хорошую зажигать ну я сам удивлен что так сильно разгорелась чуть пригорать не знаю ладно давайте посмотрим стрэнджа ребят здесь две королевы мув стандартный билл стрэндж контроллит 3 ухатка закажет адептик вперед твайлайт делается глефы наверно ну стрэндж обычно глефы все время играет кто не видел ребята кто не видел кс пока посмотрите запись на главный на гг плеере вот естественно потому что по-другому здесь никак на youtube не выложить сегодня просто реально крутейшие игры были многие и даже последняя пвп было великолепным особенно четвертая игра кто посмотрит тот поймет и не прошел дальше молодец непну пэт там пришлось попотеть поэтому пэт очень агрессивный пёс почему пёс по играм посмотрите пёс порошен в смысле слова и пёс линк так адеп там делаются глефа сбил стрэндж овера так решил стрэндж то это выгодно будет разменять 50 энергии на в принципе выгодно если оппонент не улынет оппонент не улынет да я видел штука сыграет спасибо за информацию гид и стрэндж открывает так плюс еще один робот заказ здесь крусайдер залетает видит прекрасно что делает стрэндж может отменить этот гид зачем он сейчас вот уже нужен варпануть адептов просто с шестью пойти например на глефов попытаться похарасить и в третий нету спокойно выйти так завязывайте ребята обсуждать короче уже все хотите пообсуждать ревчика идите на его канал пообсуждайте как он сыграл ну вы шутку поняли ладно не надо короче не надо ребят хорош уж давайте игру смотреть бывают все проигрывают как то так до варп еще двух адептов идет здесь ручей сколько 7 до 70 это маловато 7 ручей чтобы так вот просто в легкую адептов встретить проходит стрэндж тут краем вообще вижена зацепил у нас зерк иллюзии видят сейчас овер видит иллюзии точнее дарк шрайн доделывается у стрэнджа третий них сейчас будет заказан здесь пытается ворваться странно что не наоборот иллюзиями на отступление стрэндж шоу так вырывается здесь пару дронов он сбреет тройку надо уходить иначе роучь слишком много заминусует призма летит вперед призма да летит вперед а вы и адепты поймана лэйр есть уже призма прилетает до варк дарков адептики наваливают адептики на четвертую на третью телепортируются дарки заходят хату вторую стрэндж вынесет за секунду буквально адептов нужно разгрузить и королеву нужно за забрить по моему здесь будет стрэнджа сюда дарки пошли на мейн пошли сплитит стрэндж дарков или не сплитит сплит они-то их четыре сейчас погибнут за пару залпов ема погибает 1 2 пока живет здесь адепта на третью заходить дарков стрэндж спасает на третье можно еще поразводить неслабо на самом деле форсируется на третью стрэндж дронов по фокус пару-тройку сейчас внутри дрончика забирать и потери в этой игре давайте глянем гладарка 11 адепт стрэндж 16 дронов 26 лингов 2 овера 1 роуч но у зергов смотрите сколько боевого лимит 49 на 18 готов ли стрэндж встретить это все дело но зергу остается вперед идти применить этот боевой лимит другого варианта я не вижу а здесь сейчас архон хорас начнется судя по всему полетели архончики здесь у нас 3 нефтус моск и луна что устроить там с перебором с этих 8 4134 поле метров ну в этот раз стрэндж не лэйр вырубил но вырубил тем не менее причем во всем параметрам стрэндж здесь плюсим королеву стрэндж забирает все хорошо здесь делает пока что надеюсь стрэндж будет трениться к финалам в киеве потому что хотелось бы чтобы он там хорошую игру проказал показал бы вот посмотрим какая там будет сетка вернулись архоны 5-6 юнитов убита соответственно стрэндж выход делает блинк есть да есть блинк отлично глеф и блинк все что нужно архона и имморталов сколько четыре штуки имморталов это много гейты открывается гейтов суммарно вот я вижу 8 штук да 8 судя по всему есть да этого вполне достаточно чтобы на варпы здесь юнитов да и хата потеряна была безусловно об этом я не сказал я только пара юнитов сказал а хата это самое важное наверное что было потеряно адепты заходят будет стрэндж врываться ровуч и ревакеры судя по всему да призма расстаться адепты врываются до варп сталкеров идет филды хорошие от стрэнджа пошли несколько юнитов здесь заблочил потери давайте глянем потерь ё-моё по юнитам то вообще стрэндж замечательно здесь дерется по ресурсам тоже более чем двукратное уже преимущество адептами не врывается архон вперед вылез сейчас стрэндж его отвел немножко назад от уворачивается от этих от фаербуллов продвигается вглубь территории зерга пока что не база это еще и только его территория до варп сталкеров идет стрэндж дожимая здесь абсолютно очевидно гг то что по нет его стрэндж идет дальше и теперь нужно ждать блая потому что блая будет скорее все со стрэнджем биться которых недавно выиграл стрэнджа так кастейлсом блайс дэмилав играет ну что же прошу блая заинвайтить против дэмилав все остальные шутер Продолжение следует... 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 Так, что случилось? Да и милав, смотрю, гэй, мальчик тут даже на Европе. Молодец инду, что тут говорить? Это Бу-1, всё ещё, дайте Блайф посмотреть, что-то у меня чай уж очень долго напрашивается, просто я в игре хотел быть уверенным. Сейчас приду через минуту. Поехали. 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 смотрю игрок, но он не только линго-беллингами там агрессивнее ищет, он еще и роучами может это сделать спокойно. Заткатился, нам взять телефон сюда. Два линга готовы, первых у Дэмилав. Идет вперед, у Блая тоже два линга. По дронам одинаково, Дэмилав на один лимит стоит, потому что он Бэллингнет закалал, который Блая не закалал. Но Блая обычно играет в роуч ворон в таких ситуациях. Третья хата, сейчас мы должны роуч ворон в ближайшее время увидеть со стороны Блая, там до заказ лингов. Ну, кстати, если бы Дэмилав сейчас лингов побольше закал, мог бы и пробрить бы. Так, Блая здесь сгрыз одного линга без потери своего. Каз прошел дальше, давайте-ка я посмотрю сетку. Кастейлс убил, молодец, молодец вообще. Нам шар супера. Ну что же, СНГ что-то сегодня тащит, я надеюсь, что может эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Блайд 18 лингов делает, у него тоже Бэллинг нецессити. Так, погодите, Блай Бэллинг Батшель делает? Да, похоже на то. Двигает вперед, здесь оппонент его Бэйна одного делает. Блай три Бэллинга делает, это оборонительное какая-то получается действие, даже больше плывет. Блай с разных сторон заходит, смотрю. Дэмилав пытается что-то сделать, ну а что он тут делает? Блай, что-то тут контроль какой-то сверх демонстрирует, дикий. Взрывая Бэйлингов просто, лингов чужих Бэйлингов на самом деле. Дэмилав да заказался и что-то Дэмилав да хрена, прямо юнитов здесь. Здорово, Миш, 9 октября Варкрафт. Я не знаю, что будет 9 октября, если ничего не будет другого. Просто воскресенье обычно это и там Гоуф УСК идёт. Это, конечно же, Гоуф УСК будет стримить. Здесь Блай лучше мог взорваться, чем сейчас взорвался. Вот. Ну, полиометно Блай нормально вроде как себя чувствует. Парабам тоже. Дэмилав на третий пытается зайти. Королеву окружает, Блайлингами накидывается, но теряет моментально королеву. Ну, не успевает он здесь всё принять. Дэмилав пытается зайти на ХГ. Зашёл и на Бэйнах слился просто сейчас. Ну, Блай не может нормально сконтролить тоже, чтобы чисто два Бэйлингов, два Бэйлинга разменялось. Лингов ещё часть надо слить нафиг никуда. Ну, всё-таки отбился Блай, ошибался Дэмилав, ошибался Блай. Но Блай выходит из этой ситуации в плюсе, потому что чуть больше лимита, чуть больше рабочих. Ну, сейчас Газа дозаказал, он и не намного больше стал. А Дэмилав дальше пушить собирает, что ли? Один с роучей заказан. Возможно, что да. У Блай Лэйр пошёл. Ну, Блай, в принципе, сейчас ещё дронов закажет, что если он вовремя поймёт, что это пуш, ему останется только дозаказывать роучи. Ну, я не уверен, что Блай понимает. Сейчас он точно ничего не понимает. Так, здесь морфится Бэйн, и Дэмилав просто видит это. А, и Блай понимает, что Дэмилав видит. Забегает лингами. Здесь два бэйна были. Роучи спускается на лоу-граунд. Слишком много роучей. Дэмилав заходит. Палит, смотрите, он просто палит, что нету на третьей базе экономики. Отступает назад сам. Десять роучей заказывает. Дэмилав на двадцать лимита будет. Ё-моё. Здесь ещё ринги, всё. Дэмилав выдвигается вперёд. Тут у Блая проблемы, на самом деле, начнутся сейчас. Привет, Евген. Один, два, четыре. Всем привет. Наши шатают корейцев. Хеллрейзер убил Снутая Лайва. Касс убивает Тейлса. Я не знаю. А этот... Индус шатает Реву и сейчас... Не, ну сейчас Блая, он не шатает у Блая. Лучше всё по лимиту стало сейчас, пока шёл сюда Дэмилав. Ну, что-то Дэмилав тянет. А что он тянет? А, он обманывает Блая. Он делает лейер. Отступает. Девять дронов. Ну, не знаю. Такая странная обманка. Типа... Типа я ухожу, пушить не буду. Ну, Блая контур пуш может сделать. В принципе, там шестнадцать дронов заказывают. Сейчас Дэмилав ещё Парабам обгонит. Лейер делается. Эволюшн. Плюс один может заказать. У Блая есть вообще эволюшн? У Блая, я так понимаю, даже и нету эволюшн. У Блая шпиль пошёл. Правильный ответ. Правильный ответ. В принципе, как бы свитч мутку должен подрешать. Пятьдесят восемьдесят один. Тем не менее, по лимиту можно спорок заказать. И сам Дэмилав шпиль может выйти теоретически тоже. Десять дронов их устроит. Парабам вообще вперёд собрался вырваться жёстко. Блая рабочих не строит пока. У Дэмилав есть боевой лимит, чтобы Блая встретить. Но Блая, кстати, побольше. Всё, Блай на мулю уже двигается вниз. Блая рабочих, я Дэмилав. Плюс один у Блая нет. Блай что, по драться уже решил? Да, решил Блая драться. Чуть-то Реводзеров как-то очень неловко Дэмилав пытается законтролить. Блая всё откокусил. Блая прочувствовал, что его больше напал очень вовремя. Был бы ещё у Блая плюс один, так вообще бы сбрил бы. Ну, с приростом Дэмилав отобьётся, я думаю. Должен ему отбиться, по крайней мере. Хотя тут очень большой кулак у Блая. Слишком разрозненно Роучи выходит. Плюс ещё свитч мутку будет у Блая сейчас хороший. Нет, всё-таки опыт Блая в ЗВЗ здесь подрешал, судя по всему. Заходит, королев сбривает. Шпиль видит? Должен видеть. Шпиль, да. Шпиль не фоксит почему-то странно. Так, с Роучами разговаривает. 10 муталей делает. 136-103. Дотекание ещё Роучи идёт со стороны Блая. Не, это точно. Гагенщик индийскому игроку. Индийскому. Индийскому. Газики-то Блая отменяет. Гроны туда-сюда катаются. Дэмилав, он мутку увидел сейчас. Блая против Стрэнджа. Мы будем сейчас наблюдать, ребята. Это будет БОП-3. Вот такие вот... О, Миша тут, смотрю, пришёл откуда-то. Давайте сетку я вам просто покажу сейчас, что творится у нас. Просто чудеса какие-то на виражах творятся. А если быть точным, смотрите. Хэллрейзер с Минато в 1-4 сверху. Хэллрейзер с Мултайлайва просто минус. Минато там не таких сильных игроков минус. Здесь два поляка, возможно, будет. Соул Арта убил Буру. Если Рейнер убьёт, будет хорошо. Стрэндж здесь Блайк. Кас. Я не знаю, что это за кореец, может кто подскажет. Короче, короче. Вот такие вот дела. Вероятность... Ну, тут в полуфинале точно СНГ игрок будет. Я надеюсь, что успею. Постараюсь успеть и туда, и туда. Здесь тоже может быть вообще полуфинал СНГшный чисто. Потому что Лайк или Стрэндж здесь будет. А ещё Кас может попасть. Короче, интересная GoFox Кас. Сегодня очень даже. Зовите всех сюда. Вот. Будет круто, будет интересно. И помните, просто поддерживайте меня и мой канал. Хотя, что я об этом так часто говорю? Не знаю. Стрэндж здесь. У нас там и я сломался. Проверяемся. Так. Это очень много. Ух! Ух! Вот. Ужх! Ух! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Переводит Блай шесть дронов на золото. Стрэндж нашел вторую, видит, что дроны поехали. Золото пока не обнаружил. Не понимаю, что он, куда он поехал. Блай тут пытается обмануть, типа плетки пошел строить. У Стрэнджа Плайлайт с мэйна самая интересная, кстати. Пробку Стрэндж вообще сныкал. Возможно, мы вообще 4-гейт-адаптацию просто увидим сейчас с мэйна. Не знаю, не уверен. Два дронов Стрэндж Блай уже забирают. Ну, неплохо адептами Стрэндж здесь подхарасил Блай, я вам скажу. Здесь гейт заказан. На 4 гейт-адаптацию делать, 3-х маловато как-то получается, я вам честно скажу. Здесь Стрэндж разводит все еще Блай, пытается ворваться. Или не пытается? Не, не пытается уже никуда Стрэндж врываться. Так, адепты в очередной раз на золото заходят. Отвлекает Стрэндж Блая. Криво телепортнуться, нечего в дронах телепортнуться. Нормально, блин. Еще и вот такое здание тут на Мэйне добавляется. Забегает Лайк, кстати, с пилом сгрызть. Надо гейт открывать стэндж. Все, адепты доваркались. Здесь 4 адепта ходят. У них КДшечка кончилась с телепорта сейчас. Куда ты Стрэндж, е-мое, соединяйся ты с этими адептами. Что натворил Стрэндж из пилом достроил? Кривая реализация абсолютно сейчас идет просто из этого билда. Ну вот что, вот это вдогонку тема может подрешать на самом деле. Пилон что-нибудь все-таки отменяет. Для варв еще адептиков парочки идет. Ну и что, Даркшайн готов, а Стрэндж адептов в адекте. А что за бред такой Стрэндж? Адепты врываются. Нахрен Даркшайн-то остроил, вообще не понимаю. Так, заходит Стрэндж Крампи сейчас. Видит количество лингов, прекрасно. Дарков, спокойно сейчас можно варпать. Стрэндж вообще не варпит Дарков. Ну где Дарки-то я не понимаю, Стрэндж? Вот, наконец-то Стрэндж сообразил, что нужно делать. Адепты на мейн приходят. Лингов вообще в мясо Стрэндж уваливает здесь. Дарки заходят к мейну сейчас. Ну проблема Стрэнджа в том, что однобазовая здесь элегантность от него же и идет. Дарка одного, двух на второй. Оставь, что ты делаешь Стрэндж? Спорфи пошли. Да вот же Спорфу выраби, братан, Стрэнджочек. С адептами Стрэндж. Зроучи там раскладывают. Пришел еще Дарк один, смотрите. Дарком, помоги Стрэндж с адептами. Вот, конечно, Дарком надо сразу было помочь. Вторую хатку убрал Стрэндж. Дарк золото рубит. Здесь порка есть. С одной базы Стрэндж блаешью завалит. Я чуть не понимаю. Здесь у нас Роба ставится. Спорку перекапывает. Что он отступил-то? Я чуть не понимаю. Какой смысл его отступления вот сейчас? Так, Спорка там где-то строится. Где она строится? На 3-й Стрэндж строится. Здесь Спорка заходит на крип. Дарки плюс адепты бои принимают. Спорку надо попуснуть. Спорка Стрэндж, что он и делает спокойно. Падает Спорка. Дарки выживают. Это 1-0 Стрэндж, ребят. Хата на мейне падает. Здесь все падает. Блай уже не сможет ничего здесь делать. Вот прикол. С одной базы Блай Стрэндж убил. Но Блай любит с хатами мудрить. Стрэндж с одной базы намудрил. Бывает, что и такое. Веселые у нас все дни игры. Ждали, как оказалось. Так, Invited Strange, спасибо ему. Блай любит. Стрэндж. Блай любит. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 В этой игре я, конечно же, за касса болею, предыдущая ни за кого не болел. Когда наши играют, всегда за проигрывающего по ходу приходится болеть по чуть-чуть. Улучшение завершено. Так, ребят, пропустил дымочка начала, пока смотрел сетку. А сетки особо нет обновлений там на Гоу Фуиска у касса, так, факта, которую видел оппонент его, ну, кстати, сейчас газ ее не наблюдает. Ставит касса цельщику, будет дробь минок, естественно, на мейнг оппонентов. Барабам, близко. Барабам, близко. Барабам, близко. Дробщик полетел. Так, один гелик отказывается. Здесь пилон два сталкера есть. Мазеркор где вообще убил ее? А, он только строится. Он строится, кстати, на мейне. Минка успевает, поэтому закопаться свободно. Ну, не успевает стрельнуть она. Это печально, потому что она стрельнуть не успевает. Здесь марики выгружаются. Ну, Мазеркор остается на мейне, кстати говоря. Р-чарж, надо улетать к кассу. Не, ну, тут все вроде как особо ничего не теряет, но он ничего не сделал. Минка, и вот в чем проблема заключается. И это печаль, если честно. Хотя, в принципе, в принципе, экономика близка, да, и лимиты тоже близки. Но с темпакта позднее. Сейчас очень-очень долгое время, касс не сможет агрессивничать. То есть, процесс будет чувствовать себя спокойно. И Билови абсолютно верное решение принимает о выходе в третий Нексус. Несмотря на то, что у Блинка нету, и нечем особо, да, тут гонять дропы, как бы. Все равно сил недостаточно к кассу, чтобы там много нахарасить. Так, адепт пытается забить. Ну, как касс, пьяно врубает, вот, в последнее время. Смотрю, много тренится. То есть, контроль хороший, демонстрирует. Загружается, улетает вовремя, чувствует, как она свалит. Пробочку на третий касс. Ну, в принципе, все правильно касс делает. Не теряя дроп, летает немножко ухара. Вот здесь вот можно, да, сбоку разложиться хорошо. Что касс и делает. Билови замечает, как ливераторы раскладываются. Но он таким образом разложился. С сталкерами просто не выбить его будет. Три пробки, четыре пробки заехало. Заходит Билови. На тебе минус сталкер раз, минус сталкер два. Хорош, два сталкера, четыре пробки. Это хороший размин либератора. Делается Блинку, касса, стим, щиты. В третьей цельщик. Все нормально делает касс. Понемножечку, по чуть-чуть преимущество получает. Это очень неплохо у него выходит. Так, где сталкеры летят харасить. Только вот сейчас вот кассу нужно быть крайне внимательным с этим медиваком. Потому что если сейчас он буст не врубит, касс сталкеры будут подлетать. Буст касс не врубит. А Билови внимателен оказался. Танк где-то тут рядом, но не стреляет. Так, что-то там подрезал Билови, не знаю чего. Может быть, пару юнитов. Здесь лаба на... Барак на лабе, точнее, есть барак. Так строится еще и пристройку под него не заперли. Тут такими моментами надо внимательнее быть. Барак нужно строить на клетку, сюда, ближе. Потому что в итоге касс просто сам себе мешает строить на Бараке, наверное, на этой строечке. Парас опять сталкерами продолжает. Ничего, почти Билови не убивает. Третья ЦСшечка грейдится. Все, в принципе, неплохо. Ну, ёпарас, это как умудр... Оп, твредка наказала. Все-таки долетался, долетался Билови сейчас. Отдал свой вот этот дроп. Кассу нужно забирать. Сейчас все, либераторы, танки. Я думаю, нужно идти в прессинг и одновременно и в третью ЦСФу выходить. Реактор на факте, как Тивай сегодня учил. А на КСПК кто будет смотреть, запись увидите. Тивай спросили, комментаторы. Ты, типа, вот за тиранов разваливаешь, что другим тиранам посоветую, чтобы разваливались? Он говорит, стройте минки, ребята. Все в адепсов играют, а минки решают. Так, ну что, Билович пришел. Тримарика Касса заблудились, где-то там сзади бегали. Билович, конечно же, их подрезает на халяву просто. Касса занимает третью ЦСшечку. И что, Билович будет атаковать? Да, похоже, что Билович будет атаковать. Гейтов у него 8 штук. Ну, здесь есть танки, есть либераторов в 3 штуки. Минок, правда, нет у Кассы. Но сейчас, я так полагаю, он и минки начнет строить. Так, идет вперед. Видит Билович его. Видит Касс Билович? Билович точно Касс увидел. Дропается танк. Либераторы залетает. Медиваки Касс подставляет. Касс, как ты ущербно сейчас дерешься. Но Либераторы, как они демаджат жестко. Билович не пытается и фокусит. Просто в мясо разваливаются на Либераторах сейчас. Касс просто в мясо все пробревает. Красавчик просто Касс. 105-75, идем добиваем. Что он сотворил-то сейчас? Кореец это что ли? Или кто это вообще был-то? Ну, Европа, конечно. Ну, а что не нагреют на Европе играть? Надо наказывать Касс. Правда здесь, конечно. Надо заходить и ставить точку в этой игре. Здесь ничего нет вообще. Убил ее. А здесь масс-мародера. Без фугаса, правда. Касс, блин, не любитель фугаса делать. Смотрю. Прям вообще. Либераторы заходят под третью ЦЦ. По третью Нексус, простите. ЦЦ у Касса. Укроп. Да Нексус, Макелоны, фугас. Тут Касс. Касс кьют Гасс. Ё-моё, невнимателен Касс сейчас очень-очень. Адепт под Либераторов заходят. Надо драться именно под Либераторами. Билую на мою ходит ГГ. Касс Стрэндж у нас полуфинал. Отлично. Красавчик Касс просто. Ждем полуфинала. Вообще в мясо. Что-то Билую наошибался там жестко. Ну, на Европе тяжело, тяжело, конечно, биться. Ну что, Блайя Стрэндж выбил, выбит ли Касса? Блайя Стрэндж. 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 Так, написал Стрэнджу, чтобы заинвайтил на всякий случай. Так, написал Стрэнджу. Так, сверху кто из пары с Минато Хеллрейзер выиграл, пока не понятно. Так, Минато уже не в игре. Здесь Стрэндж Каст, 3 СНГ игрока в полуфиналах, ребят, будет. Это, конечно же, круто. Два полуфинала навряд ли получится посмотреть. За кого в финале буду болеть? За сборную Новой Гвинеи. Два полуфинала. Так. Два полуфинала. Два полуфинала. Два полуфинала. Два полуфинала. Два полуфинала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сейчас обновлю еще... А вот Касс все ждет... Минато выиграл Хэлл Рейзера, кстати... Но если Рейнер победит, Минато за ВЗ может... Я думаю, его катнуть солото, мне кажется, тяжеловато будет... Ну, посмотрим, кто там пройдет дальше... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, почему Го-7-то... Это Бо-3, ребята, опять же... Стрэндж против Касса бьется... Полуфинал Гоу-Фо-СК... В другом полуфинале Минато с кем-то будет биться... В другом полуфинал Гоу-Фо-СК... Ну что, Мороз карта... На 4 респа... Карл Стрэндж идет в разведку... Каст нет, не идет в разведку... Не любит каст разведывать... Каст любит халявить еще... Из бетки Волла... Там я не знаю... Из Волла самого... Продолжение следует... пошло робо шел 2026 год и спрашивали не хочу ли я вернуться люди starcraft чтобы начать тащить турниры ответ уже дан давно был пробка приехала стрэнджи видеть что происходит вилф кстати барак нет барак и не видел здесь у касса 3 барака делается стимпак уж не выход ли это до обе диваков вообще какой-то отказ а вполне возможно что да поздно уже турн и турниры играть плюс чтобы играть турниры я уже тысячу раз объяснял что надо тренироваться чтобы тренироваться на что-то тебя ничего не отвлекало нужен гуд кэмп либо что-то еще дома одному зависать лучше что в команду в аккаунте семья то это очень тяжело делать привет зерам сегодня у нас да уже экватор мы давно прошли сегодня был кэспа кап 1 4 великолепные матчи корейский турнир ниб сражался там великолепно тоже в итоге запись уже выложена все он кончился а сейчас мы смотрим гуф войска это полуфинал уже стрэндж против касса бьется снг полуфинал в другом полуфинале минато присутствует тоже снг игрок и там не знаю с кем пока будет биться титан я не знаю титан сказал что каким-то корешем они делают типа баркрафтов что-то в ростове и поэтому у него нет времени трениться в он полностью пропал как бы я не знаю что они там делали сделали не сделали но она нет а здесь 3 цешка нет никаких здесь выходах не будет просто надежный билд через три барака выход третью цеху выход в мидиваке понемножку так туда-сюда местами меняет здание свои касса цеха третья уже села стрэндж еще видел что у него цешка 3 да он видел но он не видит что она села стрэндж сам 3 не стоит очень пассивно к стрэндж играет касс возвращается тащит касс никуда и не уходил до особо просто он просто как касс уходил это значило что касс играет сезон не 2000 там игр как раньше вот а 600 там я не знаю 700 то есть просто меньше тренинг состав и все как полностью он никуда не уходил но конечно на форме тоже сказалось я уже два года не играю практически ну я поигрываю иногда ладар мне самому интересно поиграть стрэндж третий них начинает в эти касс у тирана блин как с процессом то есть у просто должно быть на пробок больше там лимита побольше в итоге у касса больше лимита больше рабочих это еще и мулы здесь летают то есть у стрэндж экономика печальненькая я бы сказал но сейчас он стрэндж может кассу печальную сделать таким образом вот этими адептами у них сейчас будет плюс один а с плюс один адепт просто раскалывают рабочих вообще так несколько рабочих стрэндж зашатал залетает на мэй но теряет призму просто сейчас плюс три адепта в ней погибли один дропнулся но он был очень демоджен и очень дохленький в итоге он был уничтожен также посмотрите на лимит 127 минус 7 я не знаю сможет ли стрэндж оправиться вообще ну я лично за то чтобы такой баркрафт это кафе где киберспорт смотрят трансляции идут там играют люди сами я в общем-то за то чтобы касс тащил конечно кто возвращается молодцы ну не на ну просто те люди ждут что их старые любимчики вернутся которым уже много лет и они уже многие не в киберспорте у них другая жизнь как бы в общем-то идет должно быть не так должны молодые игроки появляться которых в снг конечно есть сейчас но из-за отсутствия поддержки команд ну то есть у них есть определенный уровень должен был так был должен быть толчок выше как бы этого уровня то есть должна быть команда зп ответственность как бы выступления на турнирах этого к сожалению не происходит сейчас практически и в этом вся печаль конечно потому что что дальше будет когда закончат уже когда-нибудь и закончат все естественно это будет плохо так добавляет странишь там гейтов все добавлять две фаржи работает у касса что у касса викинги начинают строить такая полувол такой стиль какой-то уже не знаю микс протуса гейтовые колоссы с грейдами а у касса свич викингов странишь это хочет обмануть касса и делает имморталов но вот эта вся тема с имморталами бьется вообще замечательно марик и мародеры то есть если они без саппорта то есть к ним к имморталам нужно чардж к имморталам нужны архончики желательно это для чего странишь делает для того чтобы викинги стали менее полезными в общем то здорово варян да именно как то так и было ну тогда нужно страницу было одного колосса сделать все мы помним интересный я бы сказал очень такой действенный билд кстати может быть и вернется когда-нибудь воловский по-моему лихосовский когда прот сделал одного колосса без рейнджа просто тиран думал ага колосса там начинал под них подстраиваться викинг вопрос делать в твой лайтовые просто тему свич то есть он делал чарджи он делал архонов он делал штор там все что угодно так здесь два пилона которые стрэнджу на самом деле не нужно совсем отдавать пошел замес адепты заходят сразу сторон викинги бой принимают хорошо стрэндж тут прессует каскучий стоит биво под ударом вообще под жестким минка делает залф вот то о чем говорил тивай оно работает стрэндж отсек свою же армию от армии касса это печать иммортлы вообще не в бою они тупят что-то там туда-сюда ходят зад вперед своими ножками семенят и не дерутся но стрэндж дерется удачно в итоге все-таки гвардин шилд зарешал зарешала плюс 2 2 атака и стрэндж здесь касса проблевает так иммортл здесь один на треть встречает касс наламывается мародерами пытается медиваки пофокусать от фокуса у медиваки два мародера ушли полудохлых может их лучше было вкуснуть не знаю третья атака скоро доделается у касса 2-2 у касса госты у касса четвертая ццеха блин касса больше лимита ну то есть это стандартный касс касс дерется проигрывает бой а лимита больше блин ну вот так вот бывает нужно гораздо более жесткая макро чтобы с кассом драться как макро жесткую стрэндж нормально в принципе все по макро но почему-то рабочий как-то не отстраивает какой-то момент испугался за четвертый нексус когда налом шел рабочий строить перестал все вкладывал естественно в армию конечно тут стрэндж наверно был и прав в итоге блин по лимиту ровно более-менее даже получается кастом что-то сканит обсервер разбивает стрэндж третий атаку делает 2 армута нет месторождение минералов из тысяч разработка завершен я здесь заведите отвлекусь на секунду и продолжим и смотреть четыре пти штормовика минус вся энергия на двух гостах молодец кавычках стрэндж конечно архуны под элибераторов лезут стрэндж дерется но пока конечно стрэндж ничего не проигрывает здесь ну как так можно вообще сливать-то ё-моё пошел замес либераторы вообще не прикрывают армию тирана стрэндж неплохо дерется колоссы три штуки нормально размеются и имморталы просто мародеров разваливают мясо сейчас очень неплохо стрэндж здесь плюс абсолютно подрался до варк в адепт нужно либераторов подбрить бы сейчас либераторов отгонять с тремя атаками очень много дэмэджа сталкера вносит поля уже грейдится и дворуба работают что самое главное у стрэнджа экономикой 7170 хороший макро такая замес хватит ли стрэнджу выдержит ли он касса макро если выдержит то это уже пол дела на самом деле ну что продолжается движуха стрэндж по 2 и мортал строить 186 73 срокаса больше здесь планетарки сюда и наламывать тяжело под блинка стрэнджа конечно опасный сейчас был до 200 лимита стрэнджа вообще лучше не аламот сейчас две призма строить но кстати интересно это будет разводочка неxus очередной стрэндж занимает касс двигается здесь нужно стрэндж уйти у касса позиция хорошая у стрэнджа нету 200 лимита стрэнджа кстати есть грейд на шторм у штормы он что-то не делает для меня вообще это загадка прилетает призма в замес наконец-таки принимает стрэндж бой все под эмп попадает и касс минает стрэнджа в хлам добегался до одноцентре ну чё-то стоишь здесь аккуратнее нужно конечно стоять на ксилнаге все стрэндж слился в итоге касс минус уйти призмы 2 все вперед летят погибают бегай пищи стрэндж вот тебе и касс пожалуйста макро машина а в чем ошибка у тебя 170 ты на ксилнаге стоишь видишь как тиран занимает позицию чтоб наломиться и смотришь ё-моё отойди назад конечно варфани до 200 все будет работать ну что ребят то вторая игра стрэндж касс касс горит отойду воды попить все правильно водички можно и глотнуть расслабиться макро игра была серьезная ну а я вас всех приветствую конечно же говорю что поддерживайте меня и мой канал включайте от блоки подписывайтесь на премиум по реквизитам описания напрямую или через плеер поддерживайте у нас второй турнир на сегодня это гуф войска стрима идет с 11 часов первый турнир кспа кап уже выложен на гудгейме великолепные там игры были очень на нем ну к сожалению на youtube не выложить только на 2 плеере заходите смотрите в группу вконтакте тоже выложил ступайте также в нее чтобы видеть анонсы естественно и воды все не пропускать и подписывайтесь на самый канал чтобы уведомление вам на мыло приходили это делается в правом там под плеером в правом углу по моему вот за это вам всем громадное спасибо за все октябрь начался дождь идет завтраку завтра я думал за грибами по их пищу дождь пошел но и тепло достаточно но завтра продолжение забыл я совсем завтра продолжение к спа капа приходите в 11.00 поболеем за небо против стаца не великолепен на этом турнире просто блистает на к спа капе и тивай против трэпа будет биться твп короче такие вот там будут дела также завтра вроде как отборочный еще на этот на лайфенка тоже там корейцы тоже там из игры можно посмотреть как был поиска вот но я там не знаю вечером наверное я поеду завтра тогда печоры в общем и с утреца по я погоню там уже погребы схожу а во вторник вернусь к вечеру а там алима лига еще как-то завтра алима лига есть только рестримить не короче найду день на неделе как-нибудь летать завтра получается днем никуда не полечу я касс трэндж у нас бьются касс риперца цэшка стрэндж гейт гас снег тут кибернетка здорово шайба скадывайте привет goodgame привет твич привет кто-то иновиде наверно смотрит тоже привет не зря что он работает кстати работает он вообще да работает работает пара эмп эмид штормов пара фидбэков нет эмп просто руки надо выпрямлять немножечко когда тебе просто два гаста минусуют двух четырех штормовиков практически с полной энергией эмп хами ладно раньше были снайпер-шоты по 25 энергии сейчас там целиться надо просто у них рейдж был гигантский гораздо больше чем фидбэк эмпы же имеет меньше рейдж чем фидбэк у пчермяков но у него плюс что он с флешем конечно но ладно там одном одним эмп и одного штормовика накрыл два то осталось бы у стрэнджа но он накрыл касс просто двух сразу здесь у нас против прокси старгейт обратите внимание у стрэнджика где так нет начинаем 22 адептики подстраиваются один ездить можно еще одного запилить стука с выход с танками будет нет не будет опять три барака при как предыдущий был предыдущей игре похож на на стимпак и плюс один она сейчас будет указа заказано третью цешку не знаю будет заказывать ну инженерка есть будет ли касс подстраиваться как-то туреточками подстраиваться сейчас я не знаю пока туре так не наблюдаю скорее это для грейда было сделано по билду вот это здание конечно к оракул прилетит туретки к астрал уже сможешь заказать но когда оракул прилетает и у ты сможешь заказать туреток и их нет а он уже ждет рабочих то поздновато это немножечко мягко говоря получается это у меня не является да кстати из кита проблемы с поддержкой там лишь чем-то пишите потому что ну там этапы и баллам щас вообще косяки какие-то Ещё с чем-то косяки есть, вот. Чё это за чену, Бьян, гудгейм? А, просто тут создал. Оракулом Стрэндж прилетает, пока я Бьяна тут смотрю. 6 ксм-7-8, по-моему, да? Или это не все ксм-ки были? Стрэндж туда-сюда. Нет, 7 ксм-ок, 2 марика. Хорошо, Оракул. Зашёл 28-43. По рабочим это великолепная для Стрэнджа ситуация. Вот, каналы кидайте в личку. Чужие всегда спрашивают. Или спрашиваете у меня, можно ли кинуть или нет их. Какого звука нет? Всё есть. Чё-то у тебя там не то. Может быть, микрофон в какой-то момент был выключен. Здесь заходит касс на рампу. Здесь уверчаш плюс адепты встречаю, Острэндж. 45-33 по рабам. Касс пытается что-то марика не сделать. У него, кстати, стим есть уже. Но если он про стим патчится, адепты с двух ударов марика будут убивать. Даже без плюс один. Касса появляется у самого плюс один. Третьей СС-шечки нету. Поздние очень медиваки будут у него. Ну и, бать, мы пока не с агрессивней ищить будем. Так. Так, Оракул пролетает, ребят. Начинает ещё жечь. Тут Стрэндж, ну как бы там пару рабочих убил. Касс пытается встретить Оракулу. Стрэндж ныкается просто и всё. Его будет не убить. Против Соул в финале. Что Соул уже победил? Минато, что ли? Ещё Минато с Соулом только бьётся, ребята. Да и касс ТВТ тоже хорошо играет. Не думаю, что Соул прям варить с кассом будет. 55-38. Пдс Стрэндж не проиграл. Смотрите, у него хорошая ситуация в этой игре. Очень даже. Четыре гейта добавляет Стрэндж. Сейчас будет семь гейтов у него скоро. Почему только... Так. Рабочий с газом ещё стоит. Ну, Стрэндж вроде всё хорошо, но не видит, с какого направления касс сейчас заходит. Но подозревает, что вот именно с этого филдов много. Я думаю, Стрэндж должен здесь отбиваться. Адептам 4 секунды до глефов. Филды-то Стрэндж будешь таки дать? Ё-моё. Где филды-то? Стрэндж ходит, что-то туда-сюда смотрит. Всё, кончился гвардиан. Гейты открыл Стрэндж наконец-таки. Касс здесь рядом стоит. Только-только он уходит. Я не понял таких моментов. Касс пришёл, глефы доделались. Просто кинь филды и убей. В принципе, отбился самое главное. Касс продолжает прессовать. Ещё один ревелэйшн Стрэндж кидает. Встречает минку, минусует. Вот, наконец-то пошли хоть пару филдов. Просто филдов в чём прикол? И даже не то, что не пропустить. Вот у тирана юниты-то они не дерутся фронтом. Они по очереди заходят и отдаются. Это как создание рельефа плюсового для себя именно на карте. Так, адептики заходят. Все юниты касса точно не смогут сесть в медиваки. Поэтому Стрэндж очень хорошо здесь врывается. Просто в мясо здесь разваливается. Как там вообще просто аж больно стало. Посмотрите, что здесь творится. От тиранов просто остались только мокрые пятнышки какие-то на карте. Жесть-то какая. 142,98. Здесь, кажется, Стрэндж уже не упустит своё. Хотя, хотя... Давайте не будем загадывать. Но Стрэндж делает плюс два. Делает блин. Будет ли он выходить вперёд? Вижу, что четвёртый нексус Стрэндж ставит. Видит, Стрэндж, что у кассы третьей Сэшки нет до сих пор. Но она просто не перелетела. Она вот есть, как бы, она грядится. Но, конечно же, по экономике гигантское отставание получается. Да здесь у кассы. Ну что, касс пытается сесть с Сэшечку перевести. Стрэндж плюс ещё два гейта добавляет. У него, погодите, это 9 гейтов у него будет. Что-то странное такое, нечётное количество. Здесь надо варпиться обязательно. Блин, соплай блок у Стрэнджа какой-то нелепый опять же. Парабам в плюсе, не в диком. То есть вроде как... Касс даже вот он затерпел сейчас, армию потерял. Но экономика у него всегда в плюс идёт, когда вот он именно переходит в какую-то дальнейшую стадию. У Стрэнджа на ровном месте она как-то стояла некоторое время. И в итоге, если и будет врыв, то там уже и Либератор, и все дела. Хотя лимита намного Стрэнджа больше. Он, кажется, ждёт блинг и плюс два. Блинг 4 секунды до плюс два. 16 секунд ещё остаётся. Но в процессе замеса, я думаю, плюс два доделать. Телепортирует Стрэндж сталкерами вперёд. Либератор раскладывается. Минка залп делает по адептам. Я не вижу Стрэндж фокусит вообще Либераторов или нет. Стрэндж фокусит, но очень долго это делает. И сталкеры все сливаются. Правда, адепт такая масса, что они всё равно всё разваливают здесь вместе с имморфлами. Но Стрэндж умудряются всех сталкеров отдать. Просто фантастика. Ну, Касс всё равно пишет ГГ, это 1-1. Ещё чуть-чуть больше юнитов у Касса, и такие ошибки были бы роковыми для Стрэнджа. Но хватило всего. То есть как примерно Билови там зашёл с сталкерами, а три Либератора просто всё растебали. Настя коронованных в чатике. Аж целых 7 человек пошёл. Инвайт Астрэнджа. Спасибо. Иду, чё-то тыкаю. 1200 почти людей у нас. Это тоже круто. На ГГПлеере 1000. Чёночка. Продолжение следует... 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 Так, Минка живет, Минка копается. Ревелейш сейчас будет. Давайте своих Сталкеров пофокусим опять же в 2016. Ревелейшн надо кинуть Стрэнджу. Ну кинь ты Ревелейшн-то, емано. Стрэндж решил, что Сталкера просто потратит. Почему Сталкер? Наламывается на бункер уже. Оракула на КСМ отминусует. Заставляет выйти касса. Бункер падает. Это ГГ. Это 2-1 в пользу Стрэнджа. ГГ пишет касс. Стрэндж в финале против Соула будет биться. Вот такие вот дела. Ну ждем это будет БО-5. Ну с Соулом, наверное, однобазовые, но вряд ли такие будут прокатывать темы. Ошибался Стрэндж, ошибался. Но все-таки билд сильно исполняет. На опыте как бы и хватило Стрэнджу. Хватило юнитов, хватило всего, чтобы победить. Ну а прикол в чем? Вот если бы Стрэндж, например, вот я сейчас смотрю, Revelation не кинул, у касса 2 ЦЦ'шечки с мулами. То есть то, что вы видите, там рабочих 10 на 30. Это фигня. Все как бы и там за счет мулов можно было бы восстановиться. Если Стрэндж правильно, что продолжил давить до конца. Если бы он отошел, он бы в минусе оказался. Касс бы какой-нибудь, Циклон или танк бы там, сделал бы, я не знаю. Странно, что Касс, кстати, и не сделал ничего такого. Ну, значит, Стрэндж уже будет в следующем финале месяца. В этом финале месяца его нет, по-моему. Продолжение следует... Какой диджей... ДФ-4 матчап. Мне нравится больше всего тот, в котором играют крутые игроки. Я уже не маленький, уже даже и не в школе учусь, поэтому мне пофиг, какой матчап. Главное, какие игры. И сегодня, например, ПВП четвертая, как бы ПВП четвертая, трэп против Пэйшнса. Показала как раз-таки то, что любой матчап крутой. Не важен матчап, важно, кто играет. Показала как раз-таки то, где играет. КОНЕЦ. Убилляя. Продолжение следует... 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 вот в интерфейсе странич появился видимо черкать они начали иначе с ждем и хост понемножечку вердос смотрю там тусуются сверху вердос начал трениц по ходу дела до до конца до конца Продолжение следует... 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 деле сейчас по нынешним вкусам это вполне себе такой неплохой приз. Третью цеху Сол уже добывают. Третью цеху Сол уже как-то пассивно отыгрывает, не сталкерами вперед идет, ничего не делает. А пробок вообще не подстраивает под третью эксус. Тиран обгоняет на четыре рабочих просто. Ну как это вообще объяснить? Я не знаю. Объяснить можно только тем, что Стрэндж косячный здесь именно, рабочих строит. Других объяснений просто и нет у меня. Даркшайн здесь у Стрэнджа. А что это Даршайн должен сделать? Где призма вообще? А вот она только вылетает. Ну да, понятно. Тогда может что-то и сделает. Сол, кстати, Стрэндж не обстоит, как Сол ту редкую интерес ставит. Ну, самое интересное, Сол как ясновидящий какой-то. Смотрите, это подозрительно все очень. Призма сюда летит, он с этой стороны туалетку ставит и еще одну. А здесь что? Отсюда типа не может вот так призма прилететь? Ну не знаю, как-то заванговал здесь Солор просто окицарь вообще. И туреток наставило там, где нужно просто. 61-63 барабам, 120 сотка Стрэндж лимита. Вижу первого Даркада. Две минки еще одновременно от Солора летит вперед. Призму там, секундочку, секундочку Солор призму заметил. Туретка есть, Стрэндж залетает. Куда-то лети, Стрэндж. Заметь же ты. На пофиг, через туретку пролетает. Туретка не успевает сбить здесь призму за раз. Дарк один на мейн перелетает. На мейне туреток нет вообще. Скан Стрэндж, выходи вот сюда. Куда-то, е-мое, блин, будь внимателен в таких ситуациях. Стрэндж не внимателен вообще. Здесь два Дарка, туретку сверху срубили. Сол заходит на третий некст у Стрэнджа. У Стрэнджа есть Филдэва, у Стрэнджа есть Уверчаржа. Сол на халявку с филона шатает. Продолжает здесь драться. Еще раз, тимпатчится. Пробки Стрэнджа падают. Стрэндж и пробок не контролят. 41-59. Пурабам. Здесь туреток Сол отстроил. Стрэндж Дарков не законтролил, не привел их. Короче, это провал, на самом деле. Я думаю, здесь уже Стрэнджа не вытащить. Смотрите, какая экономика ущербная. Еще и на мейн дроп сейчас зайдет. Дарка слил здесь, ничего не получилось. Как-то Сол по мультитаску, он живее, живее играет Стрэнджа. То есть он все видит лучше как-то, что ли, я не знаю. Дроп на мейн, разваливать. Все к чертям здесь на мейне Сол и Стрэнджа. В том числе Робобэй. 70 на 130? Не, ребята, это гг. Ждем вторую игру. Вернулся там. 5-900 ммр уже там бьется. Смотрю, сражается со всеми. Че хвост-то будет? Пока хвост не виден. Стрэнджа... Не ты. Парень... Продолжение следует... 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 Гоу-гоу, говорит Соло. КСМ-ку надо сбрить. Только не вот так вот, отдавая сталкеров миллиард. Так, кажется, это 1-1, ребят. Что-то Соло пытается отбиться, у него вообще ничего не выходит, по-моему, здесь. ССФу стрэнч пытается отменить. Призма уже вперед двигается. Тристалкеры, вижу, варп 9, они варпятся. Дома где-то варпанулись. Да, со второй базы. Есть стрэнч уже на мейнг. Соло заходит, не надо за деппошки-то лезть сюда. Тут КСМ-к миллиард. Хотя тут что эти КСМ-ки сделают? Мариков разваливает. Все био разваливает. Деппошку закрывает. Соло здесь стимпак, стрэнч, пытается отменить. Соло вычинимай, стимпак, не тормози, дружок. Так, призма прилетает, загружается. Стрэнч, ну, кстати, мог бы добить стимпак, Соло вообще заткакал. Так, давай, печаталкеры пойдет. ДТ печаталк. Хорошо стрэнч разобрался в этой ситуации. Хорош стрэнч. Сравнивает счет. Хорош. Сравнивает счет. Продолжение следует... 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 Подрезает... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сол Стрэндж пытается восстановить экономику. Блин, слишком много он работ потерял. Это в итоге-то зарешает, наверное, скорее всего. Двигается вперед Стрэндж. Ну, кстати, сейчас будет варп, и, возможно, Стрэндж даже удачно получится зайти. Лимит-то боевой даже чуть больше у Стрэнджа. Здесь гасты строятся. Блин, ну здесь минки. Вот здесь все как Тивай говорил. И минки, и либераторы, и все их дела. Гасты сейчас будут еще готовы. К счастью Адепта, конечно, вторую телепортируется. Экономика в минус. Гасты на Эпершоте здесь неслабо. Все, отбивается. Кстати, вот сюда можно было бы зайти. Смотрите, здесь ничего нет вообще. Фризма где-то у Стрэнджа далеко находится. Ну, долго все. Вот, смотрите, пока ходил, Сол сам сюда пришел. Но Стрэндж решил, что не будет. Наламут, что ли, вот. Так, пошел. Либератора Стрэндж отменяет. Либераторы падают. Фризма где? Фризма прямо за месте. Марики есть, чтобы убить. Марики есть, чтобы убить, но не убивает просто ничего. Сол Стрэндж на ровном месте. Просто здесь еще чуть-чуть не побеждает Солла. Ну, чуть не считается. Иммортал заходит на ХГ, кстати, лимит у Стрэнджа качественный. Три Иммортала. Здесь мародеров вообще в мясо всех разваливают. ЕМП по Имморталам еще раз пошло, но Имморталы еле держатся здесь. 89-107. Солла больше лимита. Но, но. У Стрэнджа тут неплохой такой микс заходит. Правда, идем. Абки демедж на Иммортал. Не надо сюда лечь, Стрэндж. Стрэндж лезет сюда зачем-то. Танк фокусит. Призму отдаю. Ема. Ну, вот хуже решение, чем блинкнуть. Тут куда-то агрессивно не было. Но Стрэнджу мало лимитов. Стрэндж хотел именно в этом битве надавить. Ну, короче, у него ничего не вышло. Он сливается. Такие карты создают, поэтому нет подсчета рабов интерфейса. Так, а что Стрэндж куда-то делся? А не Бо-3 решили играть? Не понял. Такое ощущение, что да. Или Стрэндж просто решил перезайти. Я чуть не понимаю. Вообще не понимаю. Ну, сейчас выясним, ребят, в ближайшее время. Маму. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...